На Москву В машину походу попало Старой дрон идет Вы не справились с задачей построения самостоятельного государства Смотрите на жизнь как она есть Я воин Пришел сюда воевать Я конечно подчиняюсь Я не хотел этой войны Не хотел на нее идти Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова І ви на моєму ютуб-каналі Курбанова Лайв А це свіжий випуск російської антипропаганди Їхні антикринжатини І перепису того, яким боляче, як вони страждають від свіжих прильотів Ви не забувайте лишати нам вподобайку І обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал Курбанова Лайв Бо сьогодні ми вам покажемо таке На Росії знову неспокійно А хто з нами давно, той знає, що я ще понад рік тому Пророкувала, що до росіян почне долітати Долітати в абсолютно різні регіони І це будуть НПЗ, воєнопромисловий комплекс І не тільки Як стільки ми зможемо наростити свої сили Створити безпілотники І не тільки, так в них і буде палати І це ми ще не дочекалися Американської згоди використовувати, зокрема, їхнє озброєння Тож, ми зібрали усі найпрекрасніші, найчудовіші, непалаючі кадри З сьогоднішнього дня і що відбувалось за парєбріком Старий дрон йдет І на виступаний Звони просить Н 다음에 Звони Звони Тож, втku И походу попало в дом. На осколки валяются. Почти все в осколках, да. В машину походу попало еще на 2 дома. Дарит. КОНЕЦ Вон он, он летит. Это четвёртый уже. Низко летят. Город Броницы. 8 утра. Беспилотник на Москву. Намаску. Город Броницы. 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 Соответственно, она погибнет по команде Вашингтона и не сможет этому противостоять. Третий элемент права. Ввод войск Европы в Украину, строительство мощной военной инфраструктуры, включая заводы по производству томогавков и прочее на территории Украины. Четвертый пункт плана. Собственно, после подготовки год-два наступление на Москву уже силами Европы, европейских армий с территории Украины. При этом США не участвуют, а как бы являются арбитрами. Вот, собственно, этот план Трампа. И в этом плане не случайно Владимир Путин говорил, что Трамп для нас хуже, чем Байден. У Байдена не было вот этого элемента под названием перемирия, как форма прикрытия подготовки уже миллионного массового вторжения в Российскую Федерацию. Ну и чтобы изменить этот план, мы же, как аналитики, должны понимать, чтобы победить уже в этом плане, нам надо какие действия сделать? Первое. Ни в коем случае не допускать развязывания, отвязывания Соединенных Штатов Америки от событий на Украине. А разве это Украине деньги шли? Деньги шли, честно говоря, на поставку летального американского оружия Украине. Но оружие, это называется связанный кредит. Оно же производилось где? На американских предприятиях. То есть фактически тогда Трампу надо расторгнуть контракт на производство оружия, а он вообще-то за реальный сектор экономики выступает. И лишить американских оборонщиков, соответственно, десятки тысяч людей, оборонзаказа. Смотрите на жизнь, как она есть. Я понимаю великая позиция у политиков, но относительно того, что у него реальный сектор экономики, работающий во многом, в связанном режиме, как у нас говорят, кластер. То есть это масса производства, начиная от металла, алюминия, электроники бортовой и так далее. И все вместе дают оружие, которое идет на Украину. Никогда украинцам эти деньги не давали, их давали самим себе на производство и на кредиты. Трамп заявил о том, что он начинает гонку вооружений. Он в любом случае знает, на что потратить это оружие. Я аплодирую, Андрей Александрович. Абсолютно верно. И с этой точки зрения, смотрите, кто первый поставил летальное оружие на Украину? Кто Джавелин поставил? Мы что, забыли, что ли? ПТРК. Кто вставил все договора с Россией? Скажем так, не Трамп, при Трампе. Давайте говорить правду. Это была инициатива Конгресса. Он соглашался, принимал. Я бы еще заметил, что... И хвастался этим. Я бы еще заметил, что Wall Street Journal не так давно, в 24-м году, приводил слова Трампа насчет того, что он сделал с Россией в том случае, если мы не будем договариваться. Он же сказал, ну... Силой. Ракеты полетят на Москву, сказал так. Извести все, извести все на Сиро Молтаву. Он-то говорил, между прочим, при использовании матерных выражений относительно Москвы. На эту самую Москву, если надо. Я эти самые ракеты отправлю. Я этого не хочу. Но надо будет, если не будет договоренность по крайней мере, сделаю. И далее, смотрите, что он сказал по поводу Байдена. Вот мы говорим в сравнении позиции с Байденом. Байден сказал, что он не хочет связываться с ядерной державой. Ну, какой-то он трус прямо. То есть я имею в виду, что политика достаточно непредсказуемая, очень жесткая. И за реальный сектор экономики, естественно, он американец. Он не может быть другим. А реальный сектор, его реднеки, эти самые, поднимут на вилы, если завтра он на них заберет оборонзаказ. Мы что, этого не понимаем? Нет, другой стороны, этот оборонзаказ, как мне представляется, он намерен тратить не на Украину, а в первую очередь на перевооружение самих Соединенных Штатов. Не исключено, Андрей. Слушайте, квази-форма это Зеленский квази-форма, и квази-форма это нынешний парламент, который на Украине есть. Не волнуйтесь, мы просто вас уничтожим. Все будет хорошо. А я предлагаю альтернативу, потому что, когда я вас с вами спорю, что не надо Украину уничтожать, то есть вы предлагаете платину взрывать. Потому что вы каждый раз предлагаете сохранение украинской государственности. Безусловно. А я считаю это злом. Почему? А потому что каждый раз украинская государственность сейчас строит себя как анти-Россия. Это не каждый раз. Потому что, как мне кажется, смотрите, за всю историю, кем вы были еще, вы каждый раз себя позиционировали как анти-России и пытались воевать с Россией. Нет. Владимир Ильич Ленин был мудрым человеком. Он же создал украинское государство. После чего что сделает украинское государство? Нет, а после этого иосемь бессоремоновича украинский лизировал в Украине. Ленин, то как создал. Дальше у вас кто был? Еще раз. Ну у вас власти кто был на Украине? Немцев приглашали. Было? Ну, подождите. А что? Было. А что? А потом что? А потом Украина являлась одним из создателей советского самоза. А потом это все отказались. От первородства отказались. Нет. Поэтому все, хватит. Владимир Ильич, хватит. Вы не справились с задачей построения самостоятельного государства. Всегда у людей есть шанс. Был, вы его просрались. Испортились. А знаете, де справжнє життя росіян? Ні-ні, звісно, не в їхньому телеку. Не те, що розповідають в теплих, ошатних і дуже дорогих пропагандистських студиях. Правда, вона завжди у соціальних мережах. Тому що там життя росіян без купюр. Там те, що не вигадується і не намагається вони це якось все прикрасити і подати по-особливому. Ні. Всю жесть, все дні ще свого життя вони саме там спочатку самі фільмують, а потім викладають. Тож, власне, і ми, як і завжди, зробили неймовірну підбірку соціальних мереж росіян. 8 ноября 2024 року. Я, Яковлев Василий Борисович. Український фронт, бахмутське направлення. Сьогодні мене переводят в штурмовую часть 14.42 за обращение к президенту насчет уклонения от мобилизации диаспор армянской, азербайджанской, киргизской, грузинской, азиатской. Ну, переводят на смерть. Там редко кто выживает. Я воин. Пришел сюда воевать. Я, конечно, подчиняюсь приказу. Ставлю в курс всех, кто меня знает, жителей России, о том, как отреагировала администрация президента и Кремль на мои справедливые вопросы. Вместо ответов на вопросы – смерть. Всем моим родным и близким, которые, возможно, меня больше не увидят на связи. Всех люблю. Прошу всех это выложить в YouTube видео. На этом достаточно честь имею. Я Жуков Сергей Николаевич с подразделения 14.42. Я не хотел этой войны, не хотел на нее идти, но меня просто заставили. Сейчас вам расскажу, как это все было. Я сам проживал в последнее время в Волгоградской области, город Михайловка. Сидел просто на лавочке, пил пиво. Подходит ППС, арестовали меня, ну, просто для составления каких-то бумаг. Заходят оперативники, оператор, два человека. Одного из них я знаю, его звали Сережей. Говорят, это наш человек. Мы сейчас его заберем, заканчивайте с ним. Вот они меня забрали и говорят, давай подписывай контракт, пойдешь воевать. Я, естественно, отказался. Они говорят, мы все тебя по месту жительства, где ты находишься, по 222 статье, найдем наркотик, и ты поедешь посидеть в тюрьму на 10-15 лет. Я в тюрьму не хочу просто. Я подписал. Потом они мне еще говорят, как это все уже сделал, какие-то бумаги там я запомнил. Потому что я был в таком стрессе. Они говорят, давай мы тебя женим. Я говорю, а для чего мне нужно женить? Я как бы не хочу жениться. Они говорят, в случае твоей смерти, в случае твоей смерти, твоя жена получит 14 миллионов. Ну, естественно, мы тебя нормально похороним, а остальные деньги нам пойдут на нужды. Я отказывался. Вы понимаете, тот, который справа от меня стоял, он взял дубинку, начал мне просто бить по спине, по ребрам. Ощущение не из приятных было. Я согласился. А вот тогда, когда я подписал контракт еще, мне пришла выплата, там, губернаторская или какие-то, я не знаю, как оно правильно называется, там, 300 тысяч. С этих 300 тысяч я уйдет только 1020, может, и все, не больше. Остальное они все себе забрали. Они везде меня по ЗАГСам лозили, везде. Вот. Вот на следующий день они меня также привезли. Буквально за сутки они меня женили. На ней мы подъехали к ЗАГСу. Стояла девушка. Они мне показывают. Вон она стоит. Подойди к ней, она все знает. Она тебя отведет, все. Так оно и произошло. Потом меня отправляют уже в часть. Я оттуда убежал, потому что я не хочу просто войны, не хочу. Был я два месяца в Сочи. Вот, я бегал. Меня каким-то образом нашли прямо возле магазина. В жесткой форме, лицом в асфальт. Вот, закрутили руки, ноги, в машину закинули. И увезли опять в Персиановск. Вот. Оттуда у меня повезли вот другую часть еще. Также на полигон. Причем никакого ни обучения, ничего не было. Я ни разу в жизни даже с автомата не стрелял. Не говоря за все остальное. Вот. Опять же там с меня деньги выманивали. Там скинуться на то, скинуться на то. То, что мне оставалось там 20 тысяч. Я даже себе ничего не купил. Опять меня потом, через три дня где-то, меня повезли в другую полигон. Часть там какая-то была. Опять же там деньги на то, деньги на то надо. Вот. И отправили меня в сторону Бахмата. Оттуда я не знаю, нам ничего не говорили. Куда что. Оттуда на позиции. Я воевать еще раз говорю, я не хочу. Да и не умею я даже. Это просто идти на верную смерть. Понимаете? Вы извините, что я в таком состоянии. Просто уже столько времени. Голодные, холодные. Они даже и не кормят. Отправляют на позиции. Никакой еды, вообще ничего нет. Ни воды. Хорошо, что дождик был. Дождевой воды он хоть попил. И оттуда я убежал в какую-то деревню. Спрятался в домике. Сейчас я сирота. Я не знаю просто кому даже обратиться. За вас я читал. Хочу к вам за помощью обратиться. Что мне вообще дальше делать? Показываться в Россию? Меня либо обнулят сразу же, либо я не знаю, что будет. Как быть дальше, что делать? Я не знаю. Помогите, пожалуйста. Доброго утра, Россия. Деловая охроника Геннадий Лисов. Индекс завершающей недели. Ну, завершим ее трепом, по которой Государственная Дума застроила ради своего имиджа. А именно опять мигрантской. Опять про мигрантов. Не тут города. С семьями нельзя сюда приезжать. Патенты выдавать. Нельзя. Вот нельзя им. Левон они тоже работают. Тоже нельзя. На самом деле. Сами что любуете все это делать? Или он? Улицы вместе. Что-то не вижу особенно сильно. Еще второе, он говорит, это высылать, закрешать гражданство, тех, кто стал гражданом, и совершил насилие. А дальше вы куда этих мигрантов собираетесь после тюрьмы выпускать? Таджикистан он назад не вернет. Вы это продумываете эти вещи, когда предлагаете эти вещи? Они вам мешают? Не знаю. Сами-то мы не можем. Особенно. Индекс недели. Армения, да. Армения. Вот Армения. Пашинян человек. Тот недели. Еще тот. Не мигрант. Слышали жужжание весь пилотника, и потом произошел взрыв. Ударная волна. Вышел в подъезд посмотреть, увидел отсюда задымление, и люди начали сюда бежать. Как раз был, уже собирался на кухню заходить, хлопок спирал был, потом увидел, дом загорелся на той стороне. Цветы стояли, повылетали на кухню все, и машину немножко забили. Боковое стекло разбило, оно переберется. Ну и так, немножко так насыпло. Наблюдали за тем, как оперативные службы приехали? Да, да, быстро так все среагировали, приехали, все. Как получилось. Ну, я на районе был здесь, недалеко. Ну, слышал два хлопка. Первый раз увидел облако, второй раз не увидел облако. Ну, и затем увидел, как дым пошел с этой стороны. Как скоро пожарные приехали, оперативные службы? Ну, довольно скоро, да. Ну, я уже сюда подъехал, и буквально, там, минут через пять, семь, может, пожарные подъехали. Я же был в доме напротив, и в момент, было два хлопка. Судя по всему, первый, как я понял, видно сбились, что-то. Второй прям гудел дрон, летел и попал прям в курсе, вот, вроде, поднял. Вспышка, взрыв, ну, и вот, собственно, пожар сразу начался, приехали пожарные, скорые, все на месте, все работают. А потом еще осколки с неба сыпались, ну, как сказать, крылья, наверное, какие-то. Я находился в северном доме, получается, пока шла на улице. Слышу звук мотора, и клопоки все. Громко вообще? Да, было громко. Я вновь сюда прибежал, смотрю уже костер, мужики тушат, газ выключают, молодцы, что выключили газ. Мы по квартирам пробежались, по въездам были людей. Ну, и получается, на пятый этаж было уже не зайти, там был очень большой огонь. Вновь приехала пожарная, пожарники приехали, и работали. Хто додивився до кінця, то сьогодні від нас отримує зіреньку, у тому числі, який у нас, сталевих нервів. Ви, друзі, якими щоденно прокачуєте свої скіли, і ми вас із цим вітаємо, тому що все те терпіння, якому ми навчилися, весь цей аналіз і критичне мислення обов'язково допоможуть нам легше пройти весь непростий шлях до нашої перемоги. Не забывайте коментувати, почути і побачене. Обов'язково лишайте нам в подобайку, тому що тільки так ми можемо розповсюджувати всю зібрану інформацію. Ну і, звісно, підписуйтесь обов'язково на ІТ-канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!